Всем привет! Сегодня будем делать Ай-Ай. Ай-Ай это АХ-55, он же Veracruz, с 2012 года где-то так их сделали, по-моему, в то время, в районе 2010-х. И, как бы, конечно, никому не придёт в голову делать такую машину самому, но хотя бы посмотрите. В принципе, здесь, как сказал мой сын, всё делается достаточно легко. Вот сейчас будем делать замена стойки стабилизатора. На секунду отвлекусь, объясню, почему Ай-Ай. Ай-Ай это первые слова были, когда я увидел какой-то транспортный налог на эту машину. Ну, можете сами посмотреть, в Башкирии там Ай-Ай-Ай, ну, сокращённо Ай-Ай. Так и прилипло к этой машине Ай-Ай. Сегодня меняем стойку стабилизатора. Это первая вещь, на которую стоит обратить внимание, если у вас появились какие-то посторонние звуки в подвеске. Вот, обратите внимание, стойка, она, в принципе, похожа на стойку больше от легкового автомобиля, чем от внедорожника. Видимо, поэтому так быстро и выходит из строя. Появляется вот здесь вот стук. Сейчас, на микрофончик. Диагностируется монтажкой это всё. Поджимаем вот так. И пытаемся расшевелить. Если зажатую стойку стабилизатора попробовать пошевелить вбок, но ничего не даст. Потому что люфт уже выбран, стойка зажата стабилизатором. Сейчас покажу, как можно монтажкой проверить. Монтажкой проверяем в обе стороны. Сначала вверх вот так покачиваем. А потом вниз. В зависимости от того, в каком положении сейчас стабилизатор либо поджимает, либо растягивает стойку, вы услышите люфт. Здесь стойка уже поменена новая, люфта не будет. Обратите внимание на то, что чаще всего выходит из строя вот этот нижний шарнир. Не знаю почему, по идее это воспринимает нагрузку верхний, но выходит быстрее из строя нижний даже при целом пыльнике. В принципе, в самостоятельной замене стойка стабилизатора нет никаких сложностей, поэтому можно заняться и самому. Тем более, у меня ушло на одну сторону где-то 10-15 минут. Для начала зачищаем щеткой резьбу. Это надо для того, чтобы гайка открутилась без заеданий. Смазываем его, лучше, конечно, ВД-шкой. Но ВД-шка интересный предмет. У меня в гараже, если она есть, то ее сразу нет. Вот масло всегда найдется. После чего ключом на 17 откручиваем. Если верить вот этой интересной картинке от новых стоек стабилизатора, гайковертом нельзя. Пользуйтесь вот таким торксом, который идет в сам шарнир. И тут подвох. Никакого торкса нету здесь. То есть уже обманка. Зато, кто уже менял когда-нибудь стойкий стабилизатор, знает, что вот здесь может быть прорезь под ключ. То есть ее не видно, но она есть. Вот в данном случае здесь прорезь под ключ на 17 сзади. И так стопорим ключом с задней стороны. Лучше взять ключ более тонкий. А с этой стороны откручиваем. Напоминаю, гайковертом пользоваться нельзя ни в коем случае. Откручиваем, откручиваем ключом. То же самое проделываем снизу. Хитрость заключается в том, что на данный момент машина подданкрачена с обоих сторон. То есть оба колеса вывешены. И стабилизатор сейчас находится в расслабленном положении. Поэтому стойка встает и снимается достаточно легко. Берем заранее приготовленную стойку. Как я уже говорил, стойки с виду достаточно хлипкие. Поэтому на фирму производитель смотрим с особым вниманием. Я взял стойки Лени Федоров. Вроде они самые надежные считаются на рынке. И, кстати, они 100% похожи на оригинальные, которые я сейчас снимаю. Хотя на них написано CTR. И это уже не оригинальный стойк. Вот она. Тоже CTR. Может их уже меняли. Дальше просто ставим. Без никаких хитростей. Смазываем и затягиваем. В комплекте к Лени Федорову идут свои новые гайки. Которые вроде как даже самоконтрящиеся. Судя по этим прорезям на гайках. И, опять же, повторюсь, затягивать их стоит только ключом, как показано вот на этой инструкции. Никаких гайковертов. Только ключ. То же самое делаем снизу. В принципе, всё в режиме онлайн, можно сказать. Никакого более-менее такого хитрого монтажа нет. И вы сами видите, что всё меняется достаточно легко. Единственная хитрость только вот в этом ключе. Которым всё это закручивается и откручивается. Одним ключом держим. А другим затягиваем. Вот, видим, и всё готово. Приятность работы с машиной самому всё-таки в том, что, помимо того, что мы меняем стойку стабилизатора, есть возможность самим посмотреть тормозные колодки, смазать направляющие суппортов, посмотреть, в каком состоянии пыльники всякие, всего подряд там шрусов, рулевого. Делать небольшую диагностику подвески. То есть, в сервисе, если вы попросите это сделать кого-то, он, скорее всего, просто заменит вам стойку стабилизатора и возьмёт с вас деньги. А здесь вы можете попутно провести диагностику и запланировать, что же будете делать дальше. Продолжение следует...